ребят доброе утро понедельник у нас сегодня 18 июля надеюсь меня видно у нас старенькая ну что прожил раз два три ночи на этой на этом паркинге эти паркинг достаточно пустой посчитал 10 машин вот вы сами видите погулял поел наел на бы набрал там ежевики покушал накушался с у нас там в пятницу была такая погода я вечером приехал в пятницу потом субботу была такая облачная вчера была солнечная но я прислал что было бы что было жарко нормальная погода вот сегодня значит меня сейчас буквально позавтраку я уже помылся побрился надушился намазался сейчас позавтракаю уже там каша готова у меня кофе йогурт и стартанем 6 утра мне нужно уже быть в этом хэнкене это буквально 60 километров отсюда так что 6 часам утра я приеду вот а дальше значит я беру там контейнер прицеп и едем с ним в обратном направлении помимо этого места где мы находимся в обратном направлении получится еще 90 километров так что вот так а потом потом пока не знаю там надо быть 6 утра а то мне нужно будет быть 8 я думаю что я все успею сделать как-то вот так небо я думаю что если будет жаркий день сегодня я надеюсь если я сейчас стартану пол пятого значит пол шестого после пол восьмого я должен закончить пятнашку вот ну а раньше не стоит закончить потому что спать днем как-то не очень хочется но может быть часть где-нибудь постою тогда можно будет и пятнашку сделать с учетом того что это будет 13 совая рабочая рабочий день ну ладно поеду попозже еще встретимся ну вот друзья мои познакомился я с этим местом хэнки я скажу так организация так себе ну в принципе быстро все делается но люди здесь не вчера такая блин непонятно это блин странные строить из себя читает кучу ты орешь блин здесь первый раз мигать ей туда и там же кирпич я сказал тебе едет подождите блин сейчас поеду блин там же машина выезжает какой-то бешеный через опять очередной турок ладно там какой ситуация такая там когда заезжаешь в этот хэнки я поехал по адресу 27 но это адрес офиса там нужно вернуться тогда мне пришлось немножко на кольце второй поворот направо в обратную сторону а если когда заезжаешь на кольцо в хэнки терминал заезжаешь на кольцо последнее и и самый последний поворот направо следующее это уже место откуда ты заехал там заезжаете заходите такая будка вбиваете свои данные на там основные данные только номер трейлера и там на референс зритель н номер такой который с буквами а вот его надо вбить то есть номер трейлера и этот номер причем там как-то странно там написано тину это не тот тин который мы привыкли в этом самом в траве там другой оттен dfd 0 9 серая там еще две цифры и номер этого самого ну хорошо мы там болгарин один спасибо мне изначально помог даже когда я за подъехал к офису смотрю закрыто думаю ну чё надо спрашивать у людей посмотрел вот болгарский парень там завелся как раз и я подошел к нему спросил без проблем не помог и потом мы там же с ним встретились я ему говорю грейзи мэн не переживая какие-то они бывают странными строить из себя так и понял и он не помог даже заполнить потому что не мог понять что я неправильно пашу а вот ну наоборот это баловаде но я пришел на русское меню может быть на английском было бы более понятно ну ладно ну ладно что все в порядке там еще когда ты берешь ванна ребята парень поехали нашим по ходу войти обучение идем вот инструктор ладно короче там потом выходит такой лист бумаги такой вот такой листик на аут но он никому принципе не нужен но только тебе самому нужен если там какие-то дай мечи тогда ты понимаешь заполняешь но если этих поломок нету тогда просто как память и заодно там видно что такое и лук от это номер прицепа один амбер это не тот который был у нас там я сейчас повторяюсь только из цифра тест немножко другой но он есть задание и вот он получается паркинг один по-моему на аут ну герри один это надо вернуть опять на кольцо и тогда уже на второе поворот направо после заезда заехать там все легко уже просто заезжаете сторожа ничего не надо показывать вообще он вас запускает заезжаете находитесь свой прицеп цепляетесь но площадка нормальная асфальт асфальтированная вот ну то есть без проблем это не грязь не болото какое-то находитесь вы прицеп цепляетесь выезжайте перед будкой эти шлагбаума останавливайтесь сторож за там что-то отмечать себе показывает открывай шлагбаум вперед вот единственно нормальный человек с этой ним чары был там этот сторож на каком есть и на выезде ну вот а теперь мы едем 70 километров от этого места 8 часов у меня выгрузка но я опаздываю задерживаюсь но это не моя вина потому что я приехал ровно во сколько надо я тем более первый раз я так посмотрел если бы я приехал заранее ну не знаю на чего было бы там не место переночевать или нету все заставлено трейлерами не знаю даже дали бы мне мой трейлер ну так это может быть и далее а может быть пришлось там не искать место где-нибудь а вот где-нибудь здесь переночевать то есть я считаю что я все сделал правильно что не поехал не в субботу не не воскресенье не не рано утром все я сделал верно и теперь только мне остается доехать до этого места и условие того что я портит отстоял 45 они не побил ее то есть я как бы сделал хорошо для логиста потому что все равно это 24 была бы битая толку от этого не было долг был бы если бы изначально был план который который был что я ехал бы на голове травы тогда был бы толк а так ладно как есть настроение хорошая погода отличная 17 градусов за борту 7 часов у нас на улице ну вот 8 12 я должен приехать посмотрю надо надо написать что немного задерживаюсь так что такие дела ладно едем дальше соблюдая правила дорожного движения и не забываем про радары этак стихий и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прибыл я на место, ребята... Такое, я думаю, что достаточно серьезная организация... Ты заезжаешь в ворота, становишься на паркинг... Тут написано, потом идешь назад... Information... Показываешь CMR-ку... Номер машины... Дают себе какую-то... Карту... И говорят... Идти в офис... Офис тут, напротив стоянки... Пошел туда... Чудак забрал CMR-ку... Номер машины посмотрел... И этот листик забрал... И говорит, чтобы... Был в машине, что он подойдет... Это понимание там, что-то осматривают в машине... Что они там осматривают, я не знаю... Типа, куда ехать... Выгружаться, наверное... Ну вот, теперь сижу, жду... Как бы... Надо написать, что... Waiting for information... Waiting... Information... Так, время уже 8.33... До вас, может, я здесь тусаюсь уже... Ну, грубо говоря... Немножко задержался... Приехал не по... И 8, а 8.15... То есть, за трафиком... Так, что... У меня тут... Как-то эта... Штучка... Нехорошо стоит... Из-за трафика... Вот идет, по-моему, этот чудак... Надо будет выйти из машины, наверное... И открыть ему, наверное... Этот самый... Адук... БИСИКС... Ну вот, он сказал, что... БИСИКС... 6 часов... Можно ждать... Сейчас проедем... Чуть вперед... И встанем... Будем отдыхать... Трохи... Тюн-тюн... 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 Я думаю, что надо это вот так сказать... Коллега выехал... Тюн-тюн... 10 часов... Это значит, мне полтора часа могу поспать... Ладно, окей... Будем отдыхать... Блять, что это за письмо? Ох, хрен, блять, не попадаю Субтитры сделал DimaTorzok 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 Даним, B6 Субтитры сделал DimaTorzok Даним, B6 Субтитры сделал DimaTorzok Даним, B6 Даним, B6 Субтитры сделал DimaTorzok Даним, B6 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 Еще не сделаем? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...